Всем привет! Вы на канале Даша Техник и сегодня я хочу вам рассказать про боевые машины пехоты, которые показали на форуме Армия-2024. И начнем с самого интересного экспоната в тематике БМП «Деривация». Из публиковавшихся ранее материалов стало известно, что проект «Деривация» подразумевает удаление исходной башни БМП-3, вместо которой установится новый дистанционно управляемый боевой модуль АУ-220М с оригинальным составом вооружения. Кроме того, были отрывочные сведения о некоторых других изменениях, которые сопровождают установку новой башни. И тем не менее, до недавнего времени все подтвержденные сведения о проекте «Деривация» ограничивались лишь только фактом применения нового боевого модуля. «Деривация» ПВО разработана для замены зенитных комплексов «Шилка» и «Тунгуска» в тактических подразделениях российских противовоздушных оборонных сухопутных войск России. Специалисты Ростеха делают все возможное, чтобы новый комплекс появился на вооружении российской армии в зоне проведения специальной военной операции. А для борьбы с ударными дронами противника в зоне проведения специальной военной операции рассматривается 57-мм штрафнельный выстрел с управляемым подрывом из состава вооружения комплекса «Деривация» ПВО. Ну а больше моих фото и видео вне моделизма вы можете найти на моей страничке на Boosty. Там вы также сможете поддержать мою деятельность и попасть в титры к видео. Ссылочка на Boosty есть в описании к видео, так что тоже рекомендую подписаться еще и на мой Телеграм. Там оперативно выходит информация о моих новых видео на канале Даша Модулс и Даша Техник. Ссылочка на Телеграм есть тоже в описании. На форуме «Армия-2024» представили модернизированную боевую машину БМП-1АМ «Бусурманин». Машина получила комплекс дополнительной защиты, антидроновый мангал с сетчатым экраном, а также системы РЭП типа Тритон. «Бусурманин» получил боевой модуль от БТР-82А с 30-мм автоматической пушкой 2А72, пулеметом ПКТМ, двухплоскостным стабилизатором вооружения, системой управления огнем с комбинированным всесуточным зенитным прицелом, а также противотанковым комплексом МЕТИС в выносном варианте. Боевые машины пехоты БМП-1АМ «Бусурманин» заменяют стоящие на вооружении вооруженных сил России БМП-1 и в армии их называют «копейками». Одним из ключевых достижений модернизации является решение основных технических и эксплуатационных проблем, с которыми столкнулась устаревшая БМП-1. Проект позволяет провести капитальный ремонт и восстановление технической готовности машины, а также продлить ее ресурс. С учетом того, что БМП на складах еще угого сколько, это вполне себе оправданная стратегия. Замена или обновление ключевых систем агрегатов приводит к улучшению ходовых, маневренных и боевых характеристик машины. Это делает ее более эффективной и пригодной для современных боевых условий. Специалисты Курганмашзавода структурно входящего в высокоточные комплексы смогли добиться от усовершенствованной БМП-3 новых высот. Подобные хвалебные апитеты вовсе не случайны. Модернизированная бронемашина стала защищеннее и, наконец, обзавелась функцией роботизации. А экземпляр показали на форуме «Армия-2024». В качестве дополнительных защитных возможностей инженерами оборонного предприятия были установлены броневые и противокалимулятивные экраны, увеличивающие стойкость техники к атакам дронов Камикадзе. Такие экраны видны над верхней полусферой орудийной башенной установки. И хотя российская броня-единица стала тяжелее, мобильность гусеничной платформы осталась прежней, как и навык без промедления форсировать водные преграды. А если вспомнить слово «роботизация», то дооснащение электронными блоками превращает БМП в дистанционно действующий объект, управляемый удаленно посредством пульта. И помимо классического управления человеческим экипажем, есть еще и третий режим – полная роботизация. И действие без учета оператора методом стопроцентного автономного алгоритма. На базе МТЛБ создано очень много разных боевых машин, и проблема в том, что они выпускались на Харьковском тракторном заводе в Харькове. Так что необходимость в сменщике назрела очень давно. И неудивительно, что одной из главных новинок Международного военного технического форума «Армия-2024» стал многоцелевой транспортер-тягач – МГТ-ЛБ-ОКР-Транспортер. У КР-Транспортер, как МТЛБ, шестикатковая, но хорошо видна принципиальная разница. Машина создается как универсальная платформа, которая учитывает современные требования. И следует сразу понять очень важный момент – это не готовое изделие, а пока что макет. Весьма проработанный, но его уже можно показывать потенциальным заказчикам. Концептуально МГТ-ЛБ повторяет идеи, заложенные в мотолыгу. Это прежде всего очень приличная удельная мощность, в базовом исполнении она превышает 20 л.с. на тонну. При боевой массе в 16,5 тонн новая машина получает 450-сильный дизельный двигатель. И ожидается, что разгоняться машина будет до 70 км в час, а скорость на плаву составит 10 км в час и последняя за счет водометов. В БМП-3 получили комплекс сниженной заметности «Накидка», придающий боевым машинам своеобразный внешний вид. И он существенно влияет на возможность их обнаружения на поле боя. Также они становятся малозаметными для технических средств обнаружения и прицеливания, тепловизоров и радиолокационных станций, размещенных как на различных наземных, так и на воздушных носителях. Обновляемые противокумулятивные решетчатые экраны уменьшают пробоевную способность боевых частей противотанковых управляемых ракет и реактивных гранат, запускаемых из ручных и станковых гранатометов. Для отечественных БМП организовано производство специально оптимизированной для них динамической защиты, нейтрализующей атакующие боеприпасы и в то же время не наносящие какого-либо ущерба образцу, на который ее монтируют. Несмотря на то, что эти бронемашины несколько прибавили в весе, они все так же обладают хорошей подвижностью и способностью преодолевать вплавь водные преграды. А это боевая платформа Курганец-25, и она получила доработанное шасси. По словам исполняющего директора предприятия-производителя Романа Храмова, опытно-конструкторские работы по созданию новой унифицированной гусеничной платформы продолжаются и проводятся испытания. А те образцы, которые были в первый раз показаны на параде в 2015 году, и та машина, которая сейчас проходит испытания, это не совсем одно и то же. По словам представителя предприятия, машину доработали до требования заказчика, изменения коснулись и шасси, которая в результате стала надежнее, а также проще в эксплуатации и ремонте. Новая платформа универсальна, поэтому на нее можно устанавливать различные вооружения и оборудования. Курганец-25 может быть использована в качестве базы для боевой машины пехоты, и бронетранспортера, и самоходной артиллерийской установки, командных и разведывательных машин, а также брэм и тому подобных. На форуме «Армия-2024» была представлена боевая машина десанта – BMD-4M, оснащенная комплексом средств дополнительной защиты. Это броневые экраны, противокумулятивные решетки и защитные козырьки на корпусе и на башне. С началом СВО десантники, естественно, приняли самое активное участие в боевых действиях и зачастую применялись на наиболее опасных участках в качестве своего рода пожарных команд и действуя на штатной бронетехнике, как правило, в боевых порядках сухопутных войск. И в условиях специфической тактики ведения боевых действий и массированного применения противником различных противотанковых средств легкая бронетехника стала дооснащаться комплексами дополнительной защиты. Борта корпуса защищены специально с профилированными секционными стальными броневыми экранами, причем экраны верхнего пояса толщиной не менее 10 мм установлены под углом друг к другу. Толщина экранов нижнего пояса, прикрывающая ходовую часть, составляет около 6 мм. Поверх экранов также дополнительно крепят противокумулятивные решетки. И было бы неплохо, конечно же, чтобы подобным образом доработанные БМП усилили части ВДВ на линии боевого соприкосновения. По крайней мере, от стрелкового оружия машина защищена достаточно надежно, а предложить что-либо радикально новое промышленность в ближайшее время вряд ли сможет. Преспективная боевая машина пехоты К-17 на базе унифицированной боевой платформы «Бумеранг». Бронетранспортер предназначен для транспортировки и поддержки огнем мотострелковых отделений, а также может самостоятельно преодолевать водные преграды, а за счет своего вооружения он способен противостоять легкобронированной и тяжелой бронетехнике, а также низколетящим целям. БМП оснащен дистанционно управляемым универсальным боевым модулем «Бумеранг БМ», вооруженный 30-мм автоматической пушкой. В десантном отделении помещаются 8 полностью экипированных мотострелков. Установленные здесь кресла имеют специальную антитравматическую конструкцию и снабжен многоточечными ремнями безопасности. А удобная посадка и покидание машины обеспечиваются расположенной в корме аппарелью, в которой прорезана дополнительная дверь, и также имеются два люка в крыше десантного отделения. И это были все интересные новинки форума «Армия-2024», на которых пехота может идти в бой. Надеюсь, это видео вам понравилось, так что увидимся в новых выпусках, до новых встреч, пока-пока, и не забывайте подписываться на мои альтернативные социальные сети.